День мотоциклиста, члена Магнитогорского спортивно-технического клуба, встретили, как и положено, спортсменам на соревнованиях. В Челябинске прошел третий этап открытого летнего чемпионата и первенства Челябинской области по мотокроссу. В разных категориях у наших ребят были в том числе и призовые места, что в итоге позволило им стать вторыми в общекомандном зачете. С подробностями Галина Смирнова. Только приехали с соревнований и уже снова рядом со своими мотоциклами. Без техники, скорости и адреналина эти ребята себя не мыслят. Соревнования прошли удачно для магнитогорцев, но оттачивать мастерство в мотогонках приходится безостановочно всю спортивную карьеру. Тем более, когда для этого есть удачная возможность. Перед гонками в Челябинске мастера международного уровня провели для ребят профессиональный мастер-класс, по окончании которого мальчишки получили сертификаты. Ну а на второй день пришло время показать, пошла ли наука впрок. Гонка довольно тяжело прошла, потому что трасса очень сложная, челябинская, вся выбитая. И требовалось больших физических усилий, чтобы пройти все элементы довольно быстро. Значит, выступили мы в принципе нормально, можно было, конечно, еще немножко лучше. По очкам, общее командное место у нас получилось второе. И мы также, ну, как бы по всем этапам идем на втором месте за челябинской командой. В личном зачете бронзовыми призерами стали в классе 50 кубических сантиметров Егор Сорокин, в классе 65 Стариков Арсеньев. Было очень сложно, но я справился, были сложные соперники. Я в первом заезде упал, приехал третьим. Держал вторую позицию, упал и приехал третьим. Во втором заезде ехал со шеста старта, не очень стартанул. В поворот вошел пятым, обогнал одного участника, ехал четвертый. Упал, так и осталось четвертое место. В итоге получилось третье место. А как давно занимаешься мотокроссом? Шесть лет. Что для тебя этот спорт значит? Как постоянно ходишь сюда? Как часто нравится лететь? Ну, очень нравится. Ну, как адреналин, техника, скорость. Очень нравится. Сегодня в клубе занимаются 27 человек. Из 12 участников сформирована крепкая команда. Занятия проходят бесплатно. А клуб находится на софинансировании города и Магнитогорского металлургического комбината. Сейчас этот вид спорта в нашем городе проходит очередной виток развития. Из промзоны трасса, а потом, вероятно, и сам клуб, вскоре перекочует на правый берег. Это отношение главы города к проблемам мотокросса, которые, я считаю, что он спокойно, постоянно, обдуманно решает. Решен уже вопрос о приобретении новых мотоциклов. Это была большущая проблема. Решен вопрос о строительстве трассы, которая нам необходима, которая городу необходима. Где эта трасса будет располагаться, это в район пляжа строителей. Место отличное, работ много. И хотелось бы так, чтобы для горожан этот объект был построен. Желательно бы на следующий год, чтобы магнитогорцы могли любоваться мотокроссом. Зрелищный, яркий, динамичный спорт при должном внимании со стороны властей обретает крылья. А участники спортклуба готовы к новым победам. Вот и сейчас, только вернувшись с одних соревнований, готовятся к следующим. Уже в субботу в Каменск-Уральске пройдет второй этап Уральского федерального округа по мотокроссу. Болеем за наших! Галина Смирнова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.